Здарова персики! С вами я Жека и добро пожаловать в Майнкрафт! Но не в обычный Майнкрафт. В Майнкрафт Покет Эдишн! Возможно вы помните совсем недавно я снимал видео, которое называется Моя первая ночь в игре Майнкрафт. Там конечно видео не первая ночь, но не важно. Так вот в этом видео я вспоминал как я играл в детстве в Майнкрафт, как я выживал и так далее. И знаете, я решил почитать ваши комментарии. Многие из вас написали, что вы не играете в Майнкрафт на компьютере, а вы играете в Майнкрафт на телефоне. Я тоже играл в Майнкрафт Покет Эдишн, но совсем-совсем чуть-чуть и почти его никогда не снимал. Поэтому я решил, что это нужно исправлять. И в сегодняшнем видео я вас спрошу, играли ли вы в Майнкрафт Покет Эдишн? И если играли, то когда вы в первый раз в него зашли? Потому что я в первый раз в него зашел еще в далеком 2013 году. Как вы наверное уже поняли, сегодня я хочу начать небольшой летсплей по Майнкрафт Покет Эдишн, но не обычный летсплей. И мы будем играть не просто в обычное выживание, а мы будем играть на всеми любимой карте под названием Скайблок. Ну он там немножко необычный, конечно, но тем не менее все равно Скайблок. Я уже скачал эту карту, это немножко необычный Скайблок, он называется Мега Скайблок. А знаете все почему? Потому что это не обычный летсплей. Это Мега Летсплей, за который нужно поставить лайк. Если будет 20 тысяч лайков, будет новая серия, но вы знаете. В общем-то в чем суть? Я не знаю, чем этот Скайблок отличается от обычного Скайблока. Давайте мы вместе посмотрим и нажмем уже скорее на кнопочку. Так, слушайте, а он прямо-таки сильно отличается от обычного Скайблока, потому что здесь, смотрите, сколько островов. Это прям какой-то целый Скайварс. Но тем не менее мы тут повыживаем. Так, я сразу появился в дереве. Я даже появился не на дереве, а появился в дереве. Которое нам нужно очевидно добыть, потому что... Это надо. Я хочу еще заранее извиниться перед всеми, кто играет в Майнкрафт Покет Эдишн. Ребята, я в Майнкрафт Покет Эдишн играл очень мало. И я, можно сказать, в этой игре нуб. Поэтому, если я буду делать какую-нибудь дичь, вот, и как-то, не знаю, умирать, то, пожалуйста, не агритесь на меня. Я научусь играть в Майнкрафт Покет Эдишн. Просто я еще не профессионал в этой игре совершенно. Но я исправлюсь, я исправлюсь. Росток упал. Так, что у нас в сундуке? У нас тут есть 2 льда, лава, 9 камней. Отлично, росток. Ага, все отлично. У нас есть даже яблоко. Это просто великолепно. Как я понимаю, здесь я генератор булыжника сделать не смогу. Потому что тут у нас очень маленький островок. Да, прям очень маленький островок. Но окей, тут мы можем до какого достроиться? Мы можем достроиться сразу вот до того островка. И там мы сможем что-то сделать. Я обожаю землю. Жру землю. Просто жру землю в Майнкрафте без регистрации СМС. Давайте начнем крафтить. Я не умею крафтить даже в Майнкрафте Покет Эдишн. Как это вообще делается? Окей, нам нужно сделать доски. Сделаем доски. Сделаем верстак. Сделаем сразу палки. Поставим верстачок вот сюда. И зачем он мне? Не знаю, зачем мне верстак. Но окей. И с чего мы будем строить? Блин, у меня блоков нету. Алло, вы понимаете, что у меня блоков нету? Я не смогу тут нормально построиться. Мне что, придется строиться из дерева? Вы издеваетесь? О, боже ж ты мой. Окей. Как это сложно. Боже, как это сложно. Окей. Строимся, строимся, строимся. Все, блоков у меня больше нету. У меня больше блоков в принципе нету. У меня есть еще немножко земли. Есть еще камень. Но камень я сейчас не хочу тратить. Потому что мне, скорее всего, нужно сделать кирку лучше. Так, окей. Как делается кирка? Объясните мне. Ага, вот кирка. Каменная кирка. Все, я сделал каменную кирку. Только зачем я ее сделал? Если, если, блин. Если. Хотя, в принципе, мы можем потратить этот камень. Зачем он нам нужен? Он же нам не нужен, правильно? Слушайте, почти хватило. Почти хватило. Нам не хватает совсем немножко блоков. А где нам их достать? Уже темнеет. Да вы издеваетесь. Я не готов. Я не готов к своей первой ночи. У меня нет ресурса. Вы понимаете? Где нам взять блоки, мать вашу? И почему это не продумали? Твою мать. Опа. Опа. И теперь самое главное. Смогу ли я перепрыгнуть? Ааа. Нееееееееет! Так, ребята, мне пришлось воспользоваться читами, чтобы долететь досюда, потому что у меня просто выпали все вещи. Я бы не смог сделать даже генератор камней. И по сути все, я запорол карту. Поэтому я долетел в гемоди до этого места. Сейчас соберу тут камня. И сделаю обязательно генератор булыжника. Я должен сделать генератор булыжника, чтобы дальше как-то вообще развиваться в этом мире. Уже, правда, ночь, уже ночь, уже ночь. Это очень печально, потому что, если сейчас сюда придет какой-нибудь монстр, если я умру, то мне... Ну, я поставил уже тут спаунт-поинт, конечно. Но если я умру, то это будет очень-очень печально. Так, давайте мы попробуем сделать генератор камня. Сейчас бы главное его не запороть, потому что, блин, я, конечно, помню, как он делается, но мне почему-то кажется, что я все равно могу запороть. Тут мы тоже ломаем, тут мы выкапываем, ставим лед и разбиваем лед. Е-бой, и теперь мы ставим сюда лаву, и у нас, по идее, должен быть генератор булыжника. Да, генератор булыжника готов, и я могу теперь бесконечно добывать, по сути, ре... Алло. Опять лава сожрала мой камень, а ну выплюнь, говно. Я правда говорю, что он невкусный, вот прям зуб даю лаву. Я вот тебе прям зуб даю, что она невкусная. Добывать камень, это, конечно, интересно, но я все же давайте это перемотаю, потому что это реально очень долго будет. Слушайте, я так подумал, нам много камня-то и не нужно, в принципе. Нам много камня-то и не нужно, потому что, эээ... Ну, а зачем он нам сейчас нужен вообще, в принципе? Столько, чтобы достраиваться до других островков. Кстати, давайте сделаем дальность прорисовки чуть-чуть побольше, где тут это делается. Давайте мы посадим еще одно дерево, а то с деревом у нас вообще дефицит. Окей. Мне кажется, в первой серии нам достаточно сделать хотя бы первый домик. Если у нас будет уже домик, уже, в принципе, будет неплохо. Уже, в принципе, будет неплохо и можно будет выж... Так, вот это было сейчас опасно. Хорошо, что этот блок сломал. Угу. Так, замечательно. А, сейчас мы тут раскопаем все и сделаем нормальную платформу. Я, конечно, в таком неудобном месте сделал этот генератор булыжника, но что поделать. Как сделал, так сделал. Господи, как сложно играть в скайблок на телефоне. Шаг влево, шаг вправо, просто сдох. Нифига себе, у нас дерево выросло, ребята. У нас выросло дерево, а это значит, что мы можем сделать топор и добыть еще больше дерева. Ага, замечательно, топор у меня есть. Теперь я могу спокойно добывать дерево. Теперь я могу спокойно добывать дерево. И делать из него наш первый деревянный дом. Блин, да я просто строитель от бога. Слушайте, а те наши деревья до сих пор не хотят расти. Может им просто мало площади, чтобы расти, я не знаю. Я просто реально не знаю, как это работает. Возможно, это реально так. Возможно, это и правда так. Давайте мы еще тут сломаем нашу землю. Землю сломаем. Что, зачем здесь земля? Вы только посмотрите, у нас выросло еще одно наше дерево, которое мы можем с удовольствием добыть. И собрать с него даже ростки. Охренеть, это очень круто, это очень круто. Где ростки? Мне можно, пожалуйста, ростков побольше? Ой-ой-ой-ой, сейчас главное не упасть. Сейчас главное не упасть. Давайте мы возьмем вот этот росток, наверное. Заберем его. Отлично, мы его забрали. Так, теперь аккуратненько. Я вам говорю, в этом Майнкрафте Покет Эдишн невозможно играть. Я просто иду, и я падаю постоянно. Вот знаете, Майнкрафт Покет Эдишн, это, конечно, очень-очень классно. Но я не могу к этому привыкнуть. Я не могу понять, как вы играете в него. Это так сложно. Я не могу понять, как играть на телефоне. Это так неудобно. Капец, на компьютере раз-два и все готово. А тут, блин, пока что-то сделаешь, 500 лет пройдет. Это вообще жесть какая-то. Жесть, а не игра. Хардкорная, хардкорная, ничего не скажешь. Я добыл еще немножко камня, и я все-таки так подумал, что нам нужно достроиться вот до этого островка, который прямо рядом с нашим изначальным островком. И там у нас есть сундук. И надо посмотреть, что в этом сундуке, потому что если там какие-то полезные ресурсы есть, то они мне сейчас очень-очень нужны. Мы делаем дорожку, мы делаем дорожку. Я сказал, мы делаем дорожку. Мы осторожненько, осторожненько вот так вот продвигаемся, продвигаемся. Я надеюсь, что мне полстака хватит на эту всю фигню. Да, мне хватит, мне хватит. Мне даже еще с запасом осталось. Все продумано. Все продумано до мелочей. Так, угу, угу, отлично. Отлично, все, ставим блок. Так, что здесь был всего лишь хлеб и ростки? Да вы серьезно? Вы серьезно? Я сюда шел ради ростков? Ну окей, ладно, хорошо. В принципе, ростки тоже неплохо. У нас будет всегда еда, но это, это тем не менее, не просто офигенно, потому что, потому что это не офигенно, ребята. Это просто не офигенно. Я думал, что какие-то более ценные ресурсы будут, но ладно. В общем-то, ребята, я так подумал, что на первую серию, в принципе, хватит. Мы с вами достроились до двух островков, у нас уже есть еда, и, в принципе, дома у меня еще нету, но я его, наверное, построю за кадром или построю в следующей серии. А будет ли следующая серия, зависит только от вас. Если мы наберем 20 тысяч лайков, то я продолжу играть в Minecraft Pocket Edition. Я обещаю, что я научусь в него играть и буду нормально дальше играть и не умирать постоянно. И не забывайте также подписываться в мой инстаграм. Скоро в моем инстаграме будет целых 200 тысяч подписчиков. Так что подписывайтесь обязательно, помогите мне достигнуть цели в 200 тысяч подписчиков. Это реально очень много. Напишите ваше мнение в комментариях, нравятся ли вам такие видео с телефона. И если вам нравятся видео с телефона, то я постараюсь их записывать почаще. Спасибо всем большое за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok